друзья приветствую александр из новосибирской области прислал образцы масла valvoline sinpower 040 вот пожалуйста описание масла условия эксплуатации масло одинаковое автомобили разные из двух разных автомобилей toyota и уаз значит далее я покажу вам все сейчас скроем интересный момент недавно присылали neste pro 040 значит то же самое из того же города тоже новосибирская область и кольцово ну понятно что новосибирск нулевка самое то что надо так сейчас я создам эталон данного масла обновлю спектрограмму на ранее осознанной болванки посмотрим что намерит прибор так вот такая спектрограмма видно небольшой бугорок есть в зоне эстеров сейчас я увеличу покажу вам ну примерно полтора процентов вот видите 08 0 9 сотых ну 9 сотых далее выбираю данное масло подкорректировать кстати можно будет сравнить с neste pro вроде как это два одинаковых масла в разных канистрах так противоизносных присадок 73 процента немного скажем так но тем не менее здесь может быть эстеры это дело значит частично замещают и посмотрите что намерил прибор кислотная 160 у neste pro было 158 то есть две сотые но это блин погрешность и 9 и 6 одинаковые результат по щелочного то есть но очень похоже что это два одинаковых масла абсолютно другие показатели тоже в пределах погрешности находится то есть я посмотрел ради интереса ну а сейчас давайте приступим к проверке отработки первая отработка это toyota ipsum 2002 года 2.4 мотор 2 аз и почти 300 тысяч пробега 192 тысячи нас на двух стах 75 была капиталка оборвалась отвалилась свеча там что-то такое значит пробег на масле 4200 это по средней скорости 161 моточас так смотрите 68 процентов по противоизносным присадкам нарастает ней трава не мотору тяжело дышать то ли воздуха не хватает то ли вы ну значит то катализатор тут заменен на металлический после капиталки скорее всего воздушный фильтр вот и посмотрите нарастает ну достаточно быстро наставит кислотная 268 ну и прилично падает щелочное 33 то есть у масла практически нет уже запаса вот помоющим нейтрализующим свойством достаточно странно но мне кажется что здесь как каким-то образом мотор старается не знаю даже чем объяснить сейчас я покажу вам сравнение вязкости в общем то средняя скорость достаточно такая не низкая для городской езды даже для коротких поездок но вот смотрите мы видим здесь есть разжижение и достаточно приличная я бы так оценил в районе 50 процентов наверное но может чуть меньше но в принципе приличное разжижение топлива подливает это также негативно влияет на моющие нейтрализующие свойства я тут статейку почитал вот следующий образец у нас у вас патриот прошлого года 21 2 и 7 заем за мотор про 150 сил пробег всего лишь 12 тысяч километров пробег на масле около 4000 километров это 116 по средней значит скорости средняя очень высокая 33 3 машина кстати написал александр участвует в покатушках то есть внедорожная езда и смотрите противоизносный присады 62 процента тоже они подрабатываются но не так сильно падает значит кислотная 222 и 66 по щелочному то здесь запас еще такой по интереснее намного интереснее но и видите с нитрованием нет проблем ни с сажей нету не с гликолем то есть все более-менее нормально но тоже я бы не сказал что там супер-пупер какой-то есть зазор но и в обоих случаях есть значит вода возможно что это баночки значит не не очень хорошо были высушены перед этим пробы так баночки оказались удобной я ведь и наливаю непосредственно из баночек в линейку ну и давайте посмотрим что по вязкости с маслом из уаза а здесь еще хуже но не сильно хотя достаточно сильно да здесь меньше моточасов и разжижение сильнее здесь уже вот здесь гарантированно больше 50 процентов да здесь подливает видимо не знаю почему на такой средней скорости в принципе должно выпариваться да не забывайте отметить видео поставить палец вверх подписаться кто не подписался нажимать колокольчик чтобы не просить новые видео и сейчас я покажу вам сравнение двух значит прогнозов по данному маслу так значит левый прогноз это toyota правый прогноз это у вас посмотрите toyota приехала по моющим нейтрализующим свойствам 175 моточасов но и здесь не трава не 227 всего я считаю что не трава не и прибила и вязкость видите тоже есть проблемы с вязкостью всего 385 часов кстати nst pro проверял там по получше результаты были у данного масла и по уазу у вас приехал по вязкости видите 228 часов по мощным нейтрализующим свойствам намного веселей 257 моточасов но считайте разница 50 процентов до 80 а ну да 80 50 процентов относительно ресурса из toyota ну и вот не трава не в общем то здесь нормально более-менее 370 часов хотя обычно так вот смотрю в районе 500 ну вот такая ситуация в общем то важнейшую роль играет состояние мотора и стоит и видно что что то есть несмотря на капиталку не знаю что в общем то мы я обсуждал это с александром и поршни вроде неплохие поставили там и точили ну не знаю тем не менее значит что то есть такое может быть может быть там какие-то проблемы уже в принципе пробег серьезную машина может быть какие-то проблемы там с расходомером там или с каким-то датчиками они дают там выдают периодически неверные показания поэтому смесь образования вот таким образом происходит с уазом тут уазом сложнее высокая скорость но наливает наливает надо смотреть топливную значит я тут уже сталкивался мне тут человек присылал образец масло купер из уаза да и у него сильное разжижение было я написал человеку что надо разбираться стать в такой ситуации мотор долго не прослужит вот после чего человек перезвонил и признался что была уже замена по гарантии на 50 тысячах я считаю что это произошло из-за вот и и из именно из-за разбавлением топливом то есть смотрите внимательно большое количество топлива сильно снижает способность масляной пленки несущую то есть масло хуже смазывает намного вот и кстати интересный момент я тоже статьи тут ознакомился с по поводу противоизносной присадки противоизносная присадка начинает работать тогда когда масло уже плохо выполняет свою работу грубо говоря как это как как второй фронт противоизносная присадка как второй фронт то есть косвенно если сильно сработалась противоизноска то есть косвенно можно судить о том что масло с трудом справляется с трением в данном моторе это может быть и температура там и повышенная например в турбинах ну такие нюансы вот вот такая информация благодарю александра за предоставленные образцы всем кто посмотрел данное видео моя благодарность за это желаю всем удачи и здоровья берегите себя и близких подписывайтесь на яндекс дзен алдархосе скорее всего ютубу осталось недолго ну берите себя и близких еще раз всем мира увидимся следующих видео пока